Среди встречающих только чиновники. У спортсменов, которых ждут на перроне, нет родных. Воспитанники Визовского психоневрологического интерната Сергей Журавлев и Алексей Антипов вернулись из Греции с предварительных игр специальной олимпиады. Они представляли нашу область в составе сборной по пауэрлифтингу и взяли семь золотых и одну серебряную медали. У меня даже от радости слезы были. Столько взять медали я не ожидал. В комнате у Леши еще несколько медалей. За 10 лет он завоевал 18 наград. В интернате живет около 100 человек. Треть из них увлекается спортом. Вы, наверное, сегодня обратили внимание, что немножко на лицах у других ребят зависть. И вот, конечно, желание поехать куда-то, желание быть немножко впереди других привело к тому, что многие стали заниматься. Физические возможности людей с нарушением интеллекта намного ниже, чем у здорового человека. Но у спортсменов все равно получается поднимать штанги, превышающие собственный вес. В жиме Леша Антипов поднимал 70 килограммов. Сережа Журавлев 75. Недавно я смотрел по телевизору. Там, во-первых, и вес атлета 120-150 килограммов. Они, естественно, поднимают за 200. В 30 километрах от Визовского интерната находится психоневрологический детский дом. До 18 лет люди с отклонениями в развитии живут там. После переезжают сюда. Если бы не спорты, постоянные поездки на соревнования, то, возможно, многие из ребят ничего бы и не увидели, кроме этого села. Их диагноз известен только специалистам. Внешне нарушения интеллекта не проявляются. Чувствовать себя полноценными помогает не только спорт, но и трудотерапия. В интернате с весны разбивают цветники и сажают овощи. В деревне принято держать огороды. И это помогает ребятам чувствовать, что они ничем не отличаются от других. Статистика такова, что 10% населения страдает как раз умственной отсталостью. Большинство наших ребят могли бы жить в обществе, могли бы жить в семьях, но от них, к сожалению, отказались родители. Специальная олимпиада по летним видам спорта пройдет через год в Греции. Сколько человек из визовки поедут на эти соревнования, пока неизвестно. Кроме атлетов, в интернате есть гимнасты, теннисисты и футболисты. Спорт помогает людям с нарушением интеллекта не только поддерживать здоровье, но и учиться правильно себя вести на вокзалах, в аэропортах и просто знакомиться. Екатерина Савина, Алексей Барыбин. Новости. Телеобъектив.